Ну вообще-то праздник-то христианский, народный. Думаю, что отмечаем, потому что Масленица – это же прекрасно. Блины, чай, веселье. Людям весело, и это уже хорошо, особенно, когда если день хороший и солнечный, то это вдвойне прекрасно. Чучело поджечь, погулять, повеселиться. Исторический праздник же, блинчики с маслицем, со сметанкой. Только этим и жил. Масленицу я люблю, самое главное то, что кончилась зима, впереди лето, радость, солнышко, зелень. Вот люди веселятся по этому поводу. В Карелы хотелось бы поехать, но там всегда очень много людей, поэтому выйдем на набережную с мужем, с дочкой, с дучкой. Вот повеселимся. Хороший праздник, блинов поесть, посмотреть, потанцевать, хороводы. Что еще? Блинов-то поесть, вот это самое главное. И чучело сжечь. Веселье, веселье. Ограничивать масленичное гуляние поеданием вкусных символов солнца не стоит. Зиму надо провожать активно, чтобы весна знала, ее с радостью ждут и суровой предшественнице в обиду не дадут. Шумные игры на свежем воздухе издревле были неотъемлемой частью праздника. Кулачные бои, взятие снежного городка, перетягивание каната и ледовый столб. Победители ждали призы и похвала, а даже особая благодарность прекрасной дамы. Ведь в этот день даже древние славяне снимали ряд ограничений в поведении. Парни и девицы могли прилюдно целоваться, не вызывая осуждения и нареканий. Весна, пора влюбляться. Вот и девушки по блинам даже гадали. Кого накормишь первым блином, так и с ужиного звать будут. Забав масленичных много. Главное не пропустить ничего. В Архангельске можно будет окунуться в бесшабашную атмосферу праздника в Малых Карелах. На набережной сожгут чучело зимы. Свои праздники пройдут и во всех округах города.